Сань, расскажи, что там за новости у тебя там в Дагестане происходят? Там что-то завалили ментов или что там произошло? Действительно, в нашем регионе происходит такое, что... Где действительно тяжелая работа сотрудников ДПС. Вот постреляли троих инспекторов ДПС. Стал невольным свидетелем. Это когда было? Это вот недавно, да, было? Дня 4-5 назад. И сколько там человек убито, сколько пострадало? Сказали, что двое убито на месте, третий вроде бы в больнице был. Слух прошел, что и третий скончался инспектор. Ну это скорее всего либо оружие, наркота или что-то серьезное, да? Я не знаю, что это было связано, но действительно вот там... Опять, опять валят ментов. Ну а вот здесь посмотрите, что им здесь не хватает, вот это вашим инспекторам. Вашим сотрудникам полиции. Значит, ехали, доезжали в Каза-Юрт, попали в спецоперацию. Сирена, по-моему, называлась она как раз. А. Стали невольными свидетелями. Как досматривают. Реально, когда проходит такая спецоперация. Во время Кавказского рейда мы с Александром уже сталкивались с задержанием мордой в щебень. Из-за напряженной обстановки в Дагестане мы не стали вмешиваться, чтобы не насти вред полицейские. В тот день убили двое гаишников. И такие вспышки происходят постоянно. Люди реально боятся идти в полицию. Слишком много рекомандированных ментов из России. На этот раз убивают снова дагестанских полицейских. И вновь происходит вот эта вот экстренная операция ввиду чрезвычайной обстановки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я полностью согласен с вопросом Александра. Что не хватает зажравшихся ментам из Центральной России? Что им не хватает? Для чего они используют эти якобы нужные для кого-то спецоперации? Для того, чтобы найти повод нахлобочить водителя и нажиться на этом? Вот для чего? Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Просто давайте сравним разницу между реально проводимой операцией и той операцией, которой прикрываются взяточники. Так а что, меня в тюрьму посадят или что? Ну то, что без документов. Вы издеваетесь вот так? Я? Почему я? Я серьезно. Давайте, давайте. Я понимаю, что вы снимаете все. Ну что? Отдал. Ну что? Я его не заберу. Все? Да? Так, это вот на угнанный, а это... А это вот на него, вот этот есть. Все есть. Вот. Вот. Только смысл мне все это показывать? Не знаю. Сейчас уже... Ну, я тоже не знаю. Вы хоть знаете, что вы сейчас... У вас что, операция... На какая операция идет? Та валом на кондой идет. Нет, вы меня остановили по операции розыску, правильно? Операция на конд? Нет, операция розыск, я точно помню. Хорошо, пусть операция розыск. Вы какую хотите операцию? Мы вам говорим, по какой операции. Вы не спорите с нами, говорите, нет, вот так. И вам ваш командир позволяет по любой операции, какую угодно, останавливать транспортные средства? Мы вам говорим, по какой операции у вас остальных будет, и мне. Но правда, я не знаю. Ну, вы кто? Я не знаю. Хорошо, пусть будет не вы, пусть будет другой командир. Кто, кто? Сейчас, что вы хотите. Сейчас, что вы хотите. Вы меня остановили по операции розыск, правильно? Мы полчаса сживали документы, ну, обязаны... Нашли, мы увидели, посмотрели. Все-таки я вам дал документы. Вы их почему сейчас не проверяете? Проверили уже. И что, все в порядке с документами? Все в порядке, числе в порядке. Не все в порядке. Все в порядке, да. Эти документы от угнанного мопеда. Хорошо, все вам доброе. Я могу ехать на угнанном мопеде? Да, вы можете на угнанном мопеде уезжать. У меня просто слух нет. Все. У нас уже нет и фоксово доброго. Все доброго. Охренеть. Транс... 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 Субтитры создавал DimaTorzok